Что будет в новой серии Чукурова однажды в сказке? Зюлейха оставит Демира. Узнает ли Демир, что Юмит, дочь Севды? Кто послал бандитов, совершивших набег на особняк Еманлар? Все и многое другое сейчас в нашем видео. Если вы не хотите расставаться с Демиром и Зюлейхой, прежде чем перейти к нашему видео, не забудьте поделиться нашим видео. Хотя почти все узнали вещи между Юмитом и Демиром, только Зюлейха не могла научиться. Настолько, что, размышляя о том, кто это скажет Зюлейхе, Муджган внезапно объяснил, что случилось с Зюлейхой из-за его гнева на Юмита. Особенно мы ждали, когда Зюлейха расскажет Демиру об этой ситуации. Так было бы намного лучше. Однако, хотя Муджган думает о Зюлейхе, гнев Зюлейхе на Юмита разгорится, когда она расскажет все, что произошло. Очевидно, он не оставит Демира, когда узнает об этой ситуации. Потому что теперь он понимает, что хочет делать Юмит. Поэтому он защитит свою любовь с Демиром и не оставит Демира. И он попросит Юмита дать отчет. Демир не хочет видеть Юмита. В конце концов, Юмит стал главной причиной его заключения. Хотя Севда скрывает всю правду, самым важным элементом здесь будет Шермин. Она понимала, что Шермин Севдобыл с Юмитом при каждой возможности. Хотя он пытался что-то объяснить Демиру, Демир не хотел его слушать. Однако Шермин не откажется от этого дела. И когда он объяснит события, все сосредоточатся на Севде и будут ждать объяснений. Севде, моральное состояние, которое сильно ухудшилось с печатью особняка, придется рассказать, что произошло в конце. Кто именно сейчас печатал особняк, неясно. Однако все стрелки указывают на Фетрета. То есть то, что произошло во время их разговора с человеком в ангаре, обвиняет его. Их приглушение, особенно когда они рассказывают, показывает, что они что-то тайно планируют. Очевидно, этот загадочный рассказ заставил нас заподозрить. Вот почему я думаю, что Фекрет мог организовать рейд. Если вы напишите свои идеи в комментариях, мы сможем обсудить их вместе. Теперь, если хотите, перейдем к краткому изложению того, что произошло в последней части. Когда Юмид приходит в себя, он возлагает на Демира ответственность за то, что с ним произошло. В ожидании освобождения Демир снова возвращается в тюрьму. Никто об этом не знает, но на самом деле, когда Демир вышел из дома, Муйган увидела, что Юмид цел. Более того, когда Муйган узнает, что случилось с Юмидом, он оставит сторону Фекрета. Фекеле, который думает, что Фекрет несет ответственность за инцидент с Юмидом, пройдет по его следам в Мерсин. Однако Людфия действовал быстрее его. Даже на такой скорости, на которую Фекрет не ожидал, Людфия займет свое место в соревнованиях. События, которые произойдут, когда он найдет следы своих Фекеле, снова встретит Фекрета его лицом к лицу. Пока Надежда находится в больнице, всегда со слезами не покидает головы. Шермин, конечно же, сочетает все с тем, что он узнал раньше. Он даже сядет в тюрьму и расскажет Демиру, но то, что он узнал, пока никого не заинтересует. Зюлейха идет за Фекретом, чтобы спасти Демира. Они начинают погоню с подсказкой, найденной Шади, но это приведет к опасной для жизни опасности. На особняк напали вооруженные люди с сумками. Рейд, который происходит ночью во сне, застает всех врасплох. Однако Севде удается схватить ружье и дать отпор мужчинам. Но это будет дорого стоить. А пока мы подошли к концу нашего видео. Поделившись нашим видео с друзьями, вы можете заставить их следить за тем, что происходило в сериале «Однажды в сказке о Чекуровой». Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok